Я хотела бы с вами обсудить последние дискуссии, которые происходят в Фейсбуке и в других социальных сетях по поводу нашего последнего отчета, который включает более 30 политических заключенных или тех, кого преследуют по политическим мотивам. Хотела бы рассказать вам о принципах и основах международных конвенций, которые, собственно, являются основой для того, чтобы составлять подобные списки, а также о том, чтобы вы понимали, что на самом деле не обязательно быть политическим деятелем или активистом для того, чтобы вас преследовали по политическим мотивам. Совсем недавно я опубликовала список евродепутатов, которые будут 10-11 мая в Астане с визитом, мониторинговым выполнением Казахстана международных своих обязательств. И вдобавок к этому мы подготовили специальный отчет, где коротко представили более 30 кейсов политических заключенных или тех, кого преследуют по политическим мотивам. И одновременно началась очень широкая дискуссия по поводу того, почему мы включили того или другого человека в список политических преследуемых или политических узников в Казахстане. Так вот, необходимо понимать, что в данном случае для нас, что касается правозащитной деятельности и нас как международной правозащитной организации, мы не смотрим на индивидуальность человека, которого мы защищаем. Мы смотрим, есть ли мотив политического преследования в данном случае или нет, нарушаются ли международные конвенции или нет, применялись ли пытки для того, чтобы получить ложные показания в данном случае с конкретным человеком или нет. И также хочу сказать, что наша организация занимается правозащитной деятельностью не только в Казахстане, но и в России, в Украине, в Молдове и в Азербайджане. Поэтому у нас достаточно широкий спектр деятельности и мы смотрим на то, что происходит в Казахстане не с точки зрения Казахстана, а геополитической ситуации в мире. Это важно, потому что на сегодняшний день диктаторы между собой сотрудничают, но правозащитные организации не всегда обмениваются информацией. И мне кажется, это, собственно говоря, большая проблема на сегодняшний день в Казахстане, потому что применяются те же самые методы классификации или квалификации, кто такой политический заключенный или кто такой политический преследуемый, а одновременно режимы между собой сотрудничают и используют все новые и новые методы преследования людей, активистов или же просто абсолютно посторонних граждан Казахстана, иногда даже не граждан Казахстана, для того, чтобы реализовать свои политические преступные цели в преследовании оппонентов или же просто их инакомыслящих. Для этого я вам также приведу очень конкретный пример. То, что сейчас происходит в гражданском обществе Казахстана, то есть, по сути, последние несколько дней дискуссии, является ли данный человек политически преследуемым или политическим музником или нет, в Украине и в России мы прошли это в 2014 году. На тот момент, как вы знаете, началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, оккупация Крыма, оккупация восточной территории Украины и огромное количество жителей Украины стали жертвами политического преследования. Но эти люди никогда не были активистами, эти люди никогда не были задействованы в политической жизни страны. Многие из них были военными или же просто были даже ментально больными людьми, или же просто сельскими жителями, простыми работниками, которые оказались на территории Российской Федерации или которых просто похитили с территории оккупированного Крыма или Донбасса. Впоследствии этих людей пытали. На основании их ложных показаний, полученных под жестокими пытками в тюрьмах ФСБ, были сфабрикованы обвинения против главных должностных лиц в Украине, в частности, например, премьер-министра Украины Арсений Юценюка, министра внутренних дел, военных различных генералов и так далее. Каждый раз российская пропаганда транслировала показания, полученные под пытками этих людей, более чем на 15 языках в европейских странах, а также в других странах, используя пропагандистские каналы Russia Today и многие другие каналы. И в правозащитной среде была широкая дискуссия, что же делать, как быть, потому что никто не знал этих людей, многие из них имели очень неоднозначный бэкграунд, кто-то был алкоголиком, кто-то в прошлом был вообще человеком очень темным или даже националистическим характером прошлого. Никто не хотел браться за эти дела, но пришлось в конечном итоге этих людей также защищать, просто по той иной причине. Они стали политическим оружием для преследования властей Украины, то есть объяснение российской агрессии в отношении Украины для граждан как внутри страны России, так и за его пределы. В сегодняшний день в украинском списке лиц, которые преследуются по политическим мотивам, которые никогда не были задействованы в политической жизни, более 60 человек. Это тоже реакция, к сожалению, того, что нам необходимо было время для того, чтобы дозреть и понимать, что да, эти случаи действительно связаны с политической мотивацией, и эти люди стали, к сожалению, жертвами политических репрессий. И это стоило 60 людям здоровья, их поломанных жизней и так далее. Поэтому, собственно говоря, уже учитывая этот опыт, который мы прошли с украинскими гражданскими активистами и российскими гражданскими активистами, мы с удовольствием передаем и рассказываем гражданскому обществу Казахстана. Конечно же, это ваше личное дело. Будете ли вы слушать, возьмете ли вы наш опыт или же хотите совершить собственные ошибки, и в конечном итоге это будет вам стоить других поломанных жизней. Важно понимать, что в Казахстане на самом деле такие процессы тоже происходили ранее. Например, дело Мухтара Джакишева, который уже более 9 лет находится в тюремном заключении. Ведь изначально каждый понимал, что его дело связано с политической мотивацией. Но на моменте, когда его арестовали и когда политическое преследование начинало набирать свои обороты, никто из гражданского общества не был готов за него заступиться. И вот здесь возникает критический вопрос. Как гражданское общество должно оперативно реагировать и менять свои методы защиты тех, кого преследуют по политическим мотивам, даже если они никогда не были до этого активны политически, реагируя при этом на те новые методы воздействия, которые используются со стороны властей Казахстана. И здесь на помощь приходят международные конвенции. Они очень простые, и для них методы очень также квалифицируются просто. Есть ли политический мотив преследования данного человека или нет? За что его преследуют? И неважно, какой деятельностью он занимался до этого. И поэтому наш список насчитывает как тех, кто действительно был активны социально, например, как Макс Бакаев, так и тех, кто никогда не участвовал в политике, но был преследован просто потому, что он стал выгодным для властей, как механизм преследования, например, или дискредитации членов оппозиции, как дело Такмади или же дело Ерембетова. И здесь я подробно вам расскажу, в чем именно ключевое значение дела Мухтара Джакишева. Потому что он никогда политикой не занимался, но единственная его вина заключалась в том, что он являлся другом Мухтара Обязова, который, как вы знаете, более 16 лет является главным оппонентом и последовательным оппозиционером в Казахстане. И вот для того, чтобы именно сделать максимально, причинить большой вред человеку, который является близким другом, одновременно пытаться дискредитировать его на международном уровне, было сфабриковано это дело. Плюс это дело было сделано показательно. То есть если такие дела происходят с такими выдающимися бизнесменами и государственными деятелями, как Джакишев, представьте, что может быть с людьми более меньшего калибра в стране. И здесь показательно была реакция общества. То есть общество проглотило. Общество разрешило казахстанским властям таким образом поступать с каждым, кого они считают нужным сделать жертвой политических репрессий. И от того, насколько много будет таких жертв политических репрессий, зависит именно от вас. В Украине список политических преследуемых российским режимом на данный момент сокращается. Именно потому, что украинское гражданское общество совместно с российским гражданским обществом активно борется. Они называют по имени, не боятся уже никаких фабрикаций дел в отношении украинских или российских граждан, которых используют для военной пропаганды и объяснения преступлений со стороны российского режима. И это крайне важно, называть политическое преследование именно по имени, политическим. Поэтому сегодняшние дела, особенно дела Искандера Ерембетова, которого сейчас держат как заложника его сестры, который также требует, чтобы он отдал ложные показания против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, или же Мурадхана Такмади, которого под пытками заставили оговорить себя в преступлении, которого он не совершал в никаком заказном убийстве и ни в какой кафе или ресторане 13 лет назад, он не встречался с Мухтаром Аблязовым. Понятное дело, что это абсолютный фейк, но важно, что казахстанские власти таким образом пытаются дискредитировать своего оппонента внутри страны. И здесь важно, насколько гражданское общество Казахстана сознательно понимает, какую именно цель преследуют казахстанские власти. Если это будет прекращено прямо сейчас, осуждено, как, например, это произошло с делом Орда Кашим, когда ее посадили принудительно в психиатрическую лечебницу только за то, что она написала пост в Фейсбуке, который, кстати, даже никто не видел и на сегодняшний день даже не знают точное его звучание. Именно тогда подобная практика будет пресекаться, и власти будут отступать. Крайне важно, чтобы вы показали поддержку своим политическим заключенным и тех, кого преследуют по политическим мотивам, чтобы вы показали знак солидарности. Это можно сделать самыми различными образом, и в социальных сетях, и во время протестов, и высланием писем, петиции на адреса европейских депутатов. Но важно, чтобы ваш голос, ваше действие состоялось. В таком случае депутаты европейского парламента не смогут проигнорировать ваш голос, даже если казахстанская власть попытается их закормить, собственно говоря, за ваши деньги, различными блюдами и заживать права человека. Так вот, ваша задача, как гражданского общества Казахстана, не разрешить заживать права человека во время этого визита. Здесь вопрос, при чем политические заключенные пытают всех? Смотрите, политические заключенные – это показательные случаи. Если их разрешают пытать, будут пытать всех. Поэтому, если вы хотите остановить пытки в Казахстане, прежде всего, вы должны защитить политические заключенные. Следующим этапом будет остановка пыток всех, кто находится в заключении. Я хотела бы еще немного прокомментировать, потому что были такие комментарии в Фейсбуке, что значит, что составлен список Козловской, или, может быть, мы составим еще какой-то список политзаключенных. Я хотела бы четко прояснить. Список, составленный фондом «Открытый диалог», это список, который основан на международных конвенциях и общих международных принципах составления списка политически преследуемых и политически заключенных. То есть это сделано на универсальных абсолютно правилах. То есть если вы говорите, что 2 плюс 2 – 4, вы не говорите, что человек, который ответил вам, что это 4, что это список, например, какого-то там Эйнштейна. Это просто общеизвестная истина. Точно так же со списком заключенных. Еще был один очень интересный вопрос, он меня позабавил немножко, что какое имеет отношение Козловская или вообще фонд «Открытый диалог» и ДВК? Никакое. Мы наблюдаем за тем, что происходит в Казахстане, в России, в Молдове, в Украине, как и в многих других странах. Поэтому мы мониторим ситуацию в Казахстане и какое это имеет отношение к ДВК. Мы описываем, что происходит с преследованиями активистов ДВК или тех, кого казахстанские власти считают активистами ДВК, потому что это тоже имеет место в Казахстане. Конечно, когда мы говорим про преследования ДВК, это является одной из маленьких только частей того, что происходит в Казахстане. В Казахстане огромное количество политических преследований, которые были до ДВК, как, например, расстрел в Женозене. И наша организация занималась и вела мониторинг всех и защиту каждого из тех, кто преследовался по делам Женозена. В конечном итоге потом это были преследования журналистов, активистов, земельные протесты. И поэтому, когда нас приписывают ДВК, ну, меня это вызывает просто легкую иронию. И, конечно же, для нас крайне важно следить за тем, что будет происходить. Мы знаем о том, что у вас будут проходить протесты. Мы будем с большим вниманием наблюдать за каждым шагом, что происходит у вас в Казахстане в эти дни. И, конечно же, будем об этом информировать международную общественность. Поэтому остаемся с вами на связи. Желаю вам успехов в борьбе и отстаивании ваших прав и вашей Конституции. Всего доброго!